Памятник воину-освободителя Мы были в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, у Трыниной Александры Ивановны. Она нам рассказывала разные истории о войне и показала нам с ее окна был виден памятник, который был в плохом состоянии, заброшенным мусором. И когда мы пришли в школу, мы рассказали это нашим одноклассникам. Называлась эта стела, как мы узнали потом у архитекторов, она называлась «Они сражались за Родину». Памятник стоял в куче мусора и действительно был, он медный и действительно был помят во многих местах, грязный. Дети настолько переживали, они со слезами, они готовы были идти куда угодно, просить, чтобы им отдали этот памятник. И вот момент, которого школьники и учителя ждали полгода. Столько времени потребовалось на реставрацию. Работать пришлось много, слишком серьезные были повреждения, но теперь все исправили. Чтобы на 71-м году со дня победы у медного солдата началась вторая жизнь на территории школы, напоминая и взрослым, и детям, и о минувшей войне, и о неравнодушии нынешнего поколения школьников и учителей. Нам действительно важно, чтобы этот памятник был на нашей территории, потому что мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию. Мы будем проводить здесь посвящение в первоклассники, выпускные мероприятия, будет торжественное поднятие флага на какие-то государственные мероприятия. И более того, здесь будет также расположена сцена. Для школы номер 92 памятник стал главной достопримечательностью. В учебном заведении патриотическому воспитанию придают особое значение. Теперь здесь будут проводиться мероприятия районного и городского масштаба. Но не только в этом уникальность школы для города. Здесь сохранили единственный в городе музей развития образования. В этом помещении собраны экспонаты, свидетельствующие о том, какова была дорога к знаниям 150-200 лет назад, какую форму носили советские школьники и сколько учителей воевали на фронтах войны. Здесь вот мы видим макет сельской школы, которая работала по программе Льва Николаевича Толстого. Здесь вот принадлежности, которыми пользовались как раз в сельских школах. А здесь мы видим самую драгоценную книгу нашего музея. Как можно больше узнать о школе, узнать о педагогах, донести эти сведения о истории пионерских организаций, о истории детских организаций, о истории создания школ, о истории их возникновения, донести до широкой массы людей. У нас есть даже исследовательские работы, которые дети писали, какая она была форма, какой она была в царский даже период, в гимназическая форма и до наших лет. Историческое знание приобретает особую ценность в общей идеологии развития школы. Для 92-й школы характерным является ярко выраженная эстетическая направленность. Учебное заведение сотрудничает с городской школой искусств номер 4. Петь и рисовать здесь научат каждого, но школа, одна из немногих в городе, работает в одну смену. Во второй половине дня ученики имеют возможность посещать уроки хореографии, музыкальных инструментов, детский театр. Начали с кабинетов, то есть мы совместно отремонтировали актовый зал, танцевальный зал, куда сразу встал балет и хореографические кружки. Здесь был сделан малый зал для театра, хореографический еще один зал и место, где дети поют и рисуют. Уроки эстетического воспитания не просто дарят ученикам незабываемое время творчества. На самом деле детские впечатления от рисования или игры в школьном театре не забываются никогда. Занятия искусствами способствуют хорошей успеваемости по основным предметам. В школьном кукольном театре «Росток» показывают сказку Андерсона «Девочка со спичками». Такие произведения делают мир добрее и лучше. Всем известный датский сказочник писал их для взрослых. В каждой сказке глубокий философский смысл. Сегодня современные школьники становятся участниками действа. Урок театрального мастерства ведет известный самарский режиссер, лауреат всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» Виктор Михайлов. По его словам, школьный театр «Росток» он задумывал как спутник своего основного театра «Аленький цветочек». Человек, который прошел через мир искусства, никогда не возьмет в руки автомат. Потому что искусство, то творчество, которое призвано созидать, творить, что-то создавать, привносить в этот мир что-то удивительное, а не разрушать его. Понятно, что профессиональными актерами, музыкантами и танцорами станут далеко не все. Но насколько важно сегодня для каждого из этих ребят пройти через эту школу, попробовать себя в народном танце. Ну, кроме того, что, конечно, правильно двигаться, они все-таки учатся общаться, в первую очередь, конечно же. Они учатся преодолевать именно себя, свой характер. Это пригодится везде. Это пригодится тогда, когда вы идете на улице, например. Вы идете не скрючившись, а выпрямившись красиво. Это пригодится при общении с людьми. Вы будете более улыбчивым, более общительным, открытым обязательно. В оркестре народных инструментов. У кого-то может быть амбиции, то есть кто-то хочет себя на сцене. Некоторые боятся сцены и таким образом как-то в коллективе пытаются себя как бы побороть этим боязнью сцены. То, что ты не один выходишь на сцену, а в коллективе и тоже себя показать. Некоторым это просто нравится, потому что здесь уже зависит от воспитания. Как в семье сложились традиции. Кто-то знаком, кто-то незнаком. Кому-то просто интересно. А некоторые прошел за компанией с другом. Просто так. Ему понравилось и остался с нами. А на уроках музыки может быть впервые в жизни узнать, как устроены фортепианные клавиатуры, на какой линии расположены ноты, которые делают жизнь полной музыкальных звуков. Хотя бы для того, чтобы эта жизнь стала лучше. И не столь важно, что большинство этих ребят станут кто-то врачом, а кто-то инженером. Важно, что через всю жизнь они пронесут то, что их научили в школе. Быть художником, музыкантом или актером.